Приветствую вас! Я бы сказал, что в некотором смысле вы достаточно несознательно подходите к процессу реализации своей личной жизни, как это мне видится. То есть, вы слишком импульсивные, видимо, принимаете решение, слишком, видимо, вы поспешные делаете выводы, вот, слишком торопитесь вы, я уж, к сожалению, не знаю, куда вы торопитесь и так далее. Вот. Но, думается мне, что ничего хорошего в том, что вы делаете и в том, как вы, к примеру, ведете себя, а нет. Это первое, что хочется вам, наверное, сказать. Вот. Первое, что хочется до вас как-то вот донести. Да? Вот. Вы пишите, что вы были женаты, у вас было два детей и вы ссорились. Вот. Давайте так. Из-за чего вы ссорились? Какие были причины для ссор. Понимаете ли вы, что нравятся вам эти ссоры? Видимо. Вот. Просто, видимо, вам эти ссоры нравятся. Что-то я, конечно, не уверен здесь, но, на мой взгляд, нравится именно ссоры. То есть, именно, вот, за счет ссор вы и хотите сейчас вернуть свою бывшую жену. Вот. Вот. Но, если вы для себя не проработаете момент, по причине которого вы ссорились, то по факту ссоры просто-напросто повторятся и все идет. Вот. По сути дела. По сути дела. По сути дела ссоры просто-просто повторятся. И... Хорошего вам не будет ничего абсолютно для вас. Поэтому я предлагаю вам в первую очередь посмотреть именно на причины ссоры. Вот. Если вам было с женой так хорошо, как вы говорите, если вам было здорово. то... Прямо вот. Как вы говорите? То... Соответственно, если вам было здорово, можно понять из-за чего вы ссорились. Вот. Почему вы ссорились? На мой взгляд, именно такая примерно ситуация и является наиболее, скажем так, оптимальной для вас. Хотя, конечно, варианты здесь, в принципе, могут быть и еще, безусловно, варианты могут быть и еще, но мне кажется, что пока что именно так все обстоит. Вот. Понимаете, какой момент? То есть, это я вам сто процентов уверенности говорю. Если не понять, из-за чего вы ссорились со своей женой, вот, то будут проблемы. Дальше. Не совсем понятно, не совсем понятно, что именно вы подразумеваете под рамками. Что-то вы говорите, что в 2015 год она вышла из рамки и ушла из дома с детьми. Так вот. Ну что вы понимаете под рамками, если честно, не очень понятно. Она вышла из детьми. Хорошо. Ну да, понятно, что для вас это не хорошо, но она вышла из детьми. Вы с детьми видите? Виделись, видите ли вы с детьми? Если вы не видите, не видите с детьми, к примеру. То у меня вопрос, почему вы не видите с детьми, если это дети, ну ваши, если это ваши дети. Почему вы не видите с детьми? Вот. Как вы относитесь к этому, ну к тому, что вы не видите с детьми? Какое у вас вообще отношение и восприятие своих детей? Вот. Дальше. Дальше. Сдал год, не уговорил, не уговорил ее. Ей надо же видеть красиво, как она сказала, а у меня расход был в рамках. Хорошо. Тут уже несколько более, ну, несколько более понятно. Что вы имеете в виду, говоря о рамках. Здесь как-то вот все-таки, ну, более, более понятно, что вы имеете в виду правда. Все равно не ясно, как вы, к примеру, сошлись. Допустим. Вот. Как вы зашлись с твоей женой? А если она любит жить красиво? То есть, на мой взгляд, вот эта вот история вообще не ясна. Вот. То есть, я могу понять, что она любит жить как-то красиво, она может, она любит жить как-то красиво и интереснее и т.д. и т.д. и т.д. Лично мне, да, это вообще не понятно. Как вы зашлись тогда? Вот. Понимаете? Какая история? Так что, я думаю, что здесь очень важно понять, что лад изначально связывало, к примеру. Вот. Ну, просто. Что изначально вас связывало, к месту. Были ли это у вас, к примеру, чувства, настоящее? Что-то, то есть, такое вот. Ну, можно сказать, к примеру, безусловное принятие. Или вас объединяло, к примеру, там, допустим, страсть. Ну, к примеру. Вот. То есть, мне кажется, что здесь очень важно этот момент выяснить. Потому что от того, что вас объединяло, зависит, собственно говоря, ну, будущее ваших отношений. Если мы не будем, если мы не поймем, что вас связывает, то и сказать, какие проблемы ваши отношения имеют, из-за чего вы ссоритесь, тоже будет нельзя. Ну, и понятно, что очень важна субъективная сторона ссора. То есть, почему именно я, ну, то есть, в данном случае вы, почему именно вы, к примеру, ссоритесь? Да, вот, именно вы, почему это делаете. Да. Дальше, ну, значит, я её уговаривал, ждал год, не уговорил её. Не совсем понятно, что вы вкладываете в понятие уговорил, в смысле, ну, при всем уважении, да. Уговаривать вы её, в общем и целом, можете только в том случае, если действительно есть у вас, там, какие-то, к примеру, ну, перемены, да, у вас есть какие-то изменения. Если вам, грубо говоря, есть, что предложить человеку. Вот. А в остальных случаях, я бы сказал, что абсолютно никакого смысла не имеет уговаривать. Поэтому здесь также не ясно, как именно происходил процесс уговаривания. Вот. На что вы рассчитывали, когда пытались уговорить её, вот, и почему и для чего вы это сделали. Ну, я имею в виду, пытались уговорить её, вот, зачем вам это нужно было, если она ушла и, как бы, как я понял, именно проблемы, до которых она ушла, да. Да, вы сейчас были не готовы, потому, ну, хотя бы, потому что, вот, она привыкла жить в геносфекте. Красиво, как вы говорите, а у вас расход был в рамках. То есть, здесь, опять же, не совсем ясные перспективы, да, но совсем понятно, что ожидали вы, что нужно вам и какие у вас вообще мотивы были. Дальше, так, короче, она ушла, ушла, через год я женился второй раз. Опять же, очень важно, очень, очень важно, понятно. Сейчас, почему вы женились? Вот, я серьёзно говорю, да, именно, почему вы женились? То есть, как бы, ну, если вы женились, да, если вы женились, то, наверное, ну, вы же её как-то выбрали. Вот, она же вам, ну, чем-то понравилась, да, она же вас чем-то там засыпила, она же вас чем-то привлекла. Вот, так что, давайте всё-таки на эту тему, да, мы с вами подумаем. Вот, если есть вторая жена, значит, чем-то она вас привлекла, значит, чем-то она вас, ну, засыпила, водила. Вот, нужно понять, сколько, чем именно, на мой взгляд. Это, очень важная история, как вы выбрали свою жену? Без этого, на мой взгляд, ну, невозможно будет разобраться в отношениях. Дальше, теперь вторая жена, хорошо понимающая, но пока детей нет. Что значит, хорошо понимающая? Хорошо понимающая, что? Кого? Понимаете, такое ощущение складывается, что он с осторожной вам просто удобно. Вам просто, вот, удобно, удобно, эм, эм, с, эм, осторожной. Вам просто неудобно, комфортно, но, при этом, вы не, эм, ну, по сути, вы не живёте. Сейчас я могу ошибаться, вот, но у меня такое ощущение, что за вторую жену, несмотря на то, что вы, эм, вам с ней вроде бы комфортно, да? Вы с ней не живёте, а просто существуете, как вы говорите. Так правильно, вы выбрали себе женщину, которая удобна вам. А, перед этим, вы выбрали себе женщину, руководствуете себе, руководствуете с чем-то другим. Ну, к примеру, фактю. Вот. Эм, к примеру, увлечением. К примеру, идеализацией. Вот. Понимаете? То есть, по факту, эм, по факту, эм, сейчас, вы, эм, в общем, целом, как мне кажется, эм, просто, не готовы. Эм, платить. Ценю. Да, вот. Ту цену. Эм, за проживание с хорошей, ты понимаешь, женой. Которую нужно. Почему? Потому что твои желания, вы не до конца понимаете, не до конца понимаете, что вы хотите. Вот. Не до конца понимаете, к примеру, ну, к примеру, да, чем обусловлен был выбор, допустим. Эм, чем был обусловлен ваш выбор первой жены. Вот. Мне кажется, так. Следующее очень важное, это вопрос детей. Эм, опять же, уважаем вам дети, если у вас уже есть двое своих детей от первой жены. А, может быть, эм, тут тоже есть какой-то пунктик у вас. Вот. А, еще не менее важная история заключается в том, пробовали ли вы завести детей, верно сейчас, назад, с эм, вашей второй женщины? Вот. Если да, то получилось ли у вас, если нет, то соответственно, ну, если не получилось, то почему, по какой причине, не получил. Вот. На мой взгляд, это, а, очень, а, важный момент. Вот. Вот. А, в принципе. Так. А, дальше. Значит. Вы пишите, что нашли номер, зазвонились, узнали, что она собирается замуж за очень старшего человека. А мне, мне очень плохо без нее. Чем плохо? Как это появляется? Давайте разберемся. Эм, думаю выгнать вторую. Почему именно выгнать? То есть, как вы относитесь к второй? А, позвать, а, первую, но, первую очень плохо, вернее, не очень плохо, вторая хорошая, но, вторую просто существую. Я думаю, что вам нужно разобраться в своих желаниях. Эм, бахадыр. Так что, вот, это то, что я могу вам сказать. Более подробно, рассмотреть, чего вы хотите. Эм, на этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.